На железной дороге и на карусели. Самое популярное место в парке сегодня – билетные кассы. Цены по сравнению с московскими более чем демократичные. Аппетит приходит во время еды, а азарт во время игры. А потому многие становятся в очередь вновь и вновь. А вы решили уже на чем будете кататься? На батуте. И все? Да, а мы уже с утра здесь. А на чем уже прокатились? Круговой обзор, как же еще? Паровозик, наверное? Конечно, паровозик и карусель. У меня две дочки, просто маленькие. Особой популярностью в день открытия пользуются не только механизированные аттракционы, но и батуты, которые впервые появились в парке в этом году. Отсюда детей родителям приходилось уводить, несмотря на слезные мольбы, попрыгать еще. Еще одна новинка – паровозик. Он также один из самых популярных аттракционов, в основном у самых маленьких пассажиров. В нескольких метрах – ярмарка. Здесь выставлены исключительно товары ручной работы. Это все само я сшила, да. Я мама двух деток. Сначала начала одевать своих деток, потом деток своих друзей. И вот как-то вот так вот пошло, что ко мне уже многие люди обращаются. Обычно подходят с детьми, спрашивают игрушки. Вязаные игрушки у нас есть. Есть из бисера цветы разные. Для тех, кто предпочитает активный отдых, в прогулочной части парка на эстрадной площадке проводятся мастер-классы, развлекательные программы, а прямо сейчас – уроки танцев. Смесь аэробики и латиноамериканских танцев. Целый час. Необыкновенного счастья. А как это все происходит? Там показывают, а вы повторяете или что это? Да. Мы просто танцуем. Повторяем за касси и учим движение. В далеком 1979 году, когда в парке начал работать детский городок, здесь было всего шесть аттракционов. Теперь есть где разгуляться. В парке функционирует 23 игровых объекта, из них 12 механизированных. Проходите, отдыхайте вместе с семьями, вместе с детьми, веселитесь. Но помните, все это создано нами, с вами, и нам надо это все беречь. Две недели после схода снега шла подготовка к открытию парка. Проверялась работоспособность аттракционов, убиралась территория, и все усилия принесли свои плоды. На вопрос о впечатлениях у посетителей городка ответы только положительные. Мы покатались на вальсе и на чертовом кулесе. Мы вместе катались. Во! Все супер! Дети в восторге, дети очень счастливы. Можно что-то приобрести, какой-то памятный сувенир, покататься на каруселях для детей вообще просто разного возраста. Очень здорово. Супер! Нам очень понравилось. Спасибо, что организовали такой праздник. На протяжении всего сезона по выходным в Центральном парке Видного будут проходить различные мероприятия. Не столь масштабные, как открытия, но тоже весьма интересные. У нас ближайшие запланированные игровые программы 5 и 6 мая. Потом квесты, танцплощадки будут, дискотеки, фестиваль красок-холи будет, пенные вечеринки тоже будут. Так что будет интересно. Так что если вдруг задумаетесь, куда с ребенком пойти в выходной день, один из вариантов будет работать все лето. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.